Друзья, слово о летнем отдыхе имеют артисты, лауреаты всесоюзного конкурса эстрады Александр Лившиц и Александр Ливенбух. До лета еще около месяца, но уже сейчас многих москвичей волнует вопрос о том, куда же этим летом поехать отдыхать. Так вот еще 30 лет тому назад Владимир Маяковский ответил на этот вопрос. Он писал, очень жаль мне тех, которые не бывали в Евпатории. И с тех пор каждый год тысячи людей буквально рвутся отдыхать на юг. По путевке. Почему обязательно по путевке? Ну потому что человек без путевки. Это дикий человек. Человек вне общества. Простите, он отдыхает, как все нормальные люди. Нет. Дикий человек едет на юг не для отдыха. Он едет добывать себе хлеб, жилище и развлечения. Фильетон на солнечном юге. Летом на юге сдается все. Комнаты, веранды, пристройки, надстройки. Не сдается только почта, телеграф, вокзал и места общего пользования. Сдается комната веранды со всеми удобствами и видом на звезды. Прошу вас. Да, но здесь же нет одной стены и потолка. Да, 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 такая архитектура. Без излишеств. Здесь вам будет исключительно удобно. Действительно, комната была уютная, восьмиместная. Здесь вам будет абсолютно спокойно. Действительно, окна выходили на кладбище. Папа, а почему мы с мамой не живем в доме отдыха? Ну, потому что в дом отдыха с детьми не пускают. О, а почему туда с детьми не пускают? Ну, потому что есть такое постановление. О, а почему есть такое постановление? Ну, наверное, потому что его придумал дядя. У которого нет детей. О, а почему у него нет детей? А, понятно, понятно. Потому что он бюрократ. Ради чего люди едут отдыхать на юг? Ради чего они испытывают неудобства и лишения. Конечно же, ради моря. Ради пляжа. Но попав на пляж, новичок теряется. Ой, 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 ой. Да здесь же яблоку негде упасть. Ничего, человек не яблоко, упадёт где хочешь. Вот сейчас потихонечку и проберёмся. Простите, простите. Ой, Стёпа! Здорово! Здравствуй, Стёпа. Здорово. Как устроился? Да ничего, на пляже под лодкой живу. Под лодкой? Ага. А тебя милиция не штрафует? Штрафует каждый день. Несчастный. Почему несчастный? Мне же выгодно. Как? Милиция за ночь полтинник берёт. Так. А частник рубль. Стёпа, слушай, ну давай хоть вместе пойдём в ресторан, пообедаем, а? Да неохота в очереди стоять. Давай лучше в шахматы сыграем. Ну шахматами же сыть не будешь? Будешь. Как? Ты у меня съешь слона. Как? Я у тебя съем лошадь. Так. Смотришь червячка и заморим. Научно доказано, что человек без пищи может прожить 23 дня. На 24-й день он должен пойти в ресторан. У дверей ресторана всегда стоит очередь. Многие видели на юге очередь без ресторана. Но ресторана без очереди не видел никто. Печёт солнце. Льёт дождь. Бушует шторм в 12 баллов. Но очередь знает своё дело. Всё движется вперёд, а она стоит на месте. Вы знаете, со вчерашнего дня я решил сам добывать себе пищу. Купил 10 авосек, сделал из них невод и забросил его в море. Ну и что-нибудь поймали? В первый раз пришёл невод с одной травой морской. Второй раз пришёл невод с другой травой морской. Третий раз пришёл невод... Простите, товарищ, наша очередь в ресторан. Товарищ официант, скоро вы нас обслужите, мы уже весь хлеб съедем. Одну минуточку, сейчас ещё хлеба принесу. Если вам надоело ждать, можете почитать рекламные объявления. В нашем ресторане можно заказать комплексный обед номер 18-35. Мечта курортника в составе щи зелёные, рагу из баранины, компот пять косточек. Комплексный обед номер 18-35 в семь раз питательней, чем ничего. Тридцать лет тому назад Владимир Маяковский писал, «Если я устарею, переделывайте меня». Мы и переделали. Очень жаль мне тех, которые побывали в Евпатории. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!